Книга «Открытым оком», тема суды, вопрос 1601. Если с первого раза наши просьбы не удовлетворяются, то стоит ли дальше хлопотать? Может быть первое решение, хотя и от неверующих исходящее, было единственно верным? Повторным ходатайством не нарушаем ли мы замыслы Божии о нас? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Исаак молился 20 лет о неплодстве Ревекии и получил ожидаемое. Евреи просили Иегову, чтобы им вернуться в землю своих отцов 70 лет. И хотя были от царей разные постановления в их пользу и против них, но в конце дело было ими выиграно. Я убедился, что в молитве нужно быть постоянным и молиться о начатом деле, и Бог как-то все устроит на пользу наших душ. Вот и в деле конфискации у меня фанатейки, оцененные в 11 миллиардов рублей, суд продолжался почти 11 лет. И наконец-то дело решилось в нашу пользу и нам есть теперь где молиться. Мне в частную собственность вырешили два дома с территорией в 13 соток, почти в центре города Барнаула. Чудо Божие! Особо помогли прокурор края Пороску, ЮФ и мэр города Барнаула Баварин Владимир Николаевич и другие. Так точно и в этом деле уже четвертый год крутят на одном месте недобросовестные следователи и судьи, но уже в седьмой раз закрытие дела отменяется и клеветников снова вызывают суд. Но уже по уголовной статье. Постановление. Об отмене постановления о прекращении уголовного дела и возобновлении следствия. Город Барнаул апрель 4 сентября 2002 года. Первый заместитель прокурора края, государственный советник юстиции 3 класса Змеевский ЮИ, рассмотрев материал уголовного дела номер 7482, установил. 12 марта 1999 года прокуратурой края при отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложных измышлений в отношении Лапкина Игнатия Тихоновича по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 129, часть 1 УК РФ. В ходе дознания, проведенного Октябрьским РОВД города Барнаула, установлено, что 4 октября 1998 года в УВД Алтайского края по телефону позвонил дружинин ГП и сообщил об угрозах физической расправы, высказываемых в его адрес Лапкиным Игнатием Тихоновичем. Пропажи ювелирных изделий у изгнанной из общины женщин по имени Людмила, избиений Косарева Н. Кроме того, в газете «Московский комсомолец» на Алтай от 27 мая 1999 года и 3 июня 1999 года опубликована статья Д. Федяева «Жизнь в потеряевской общине без елейных прикрас» с рисунком, изображенным художником Курдюмовым А.В. Постановлением дознавателя Октябрьского РОВД Пудусенко Н.М. от 1 июня 1999 года уголовное дело прекращено в связи с отсутствием действенных дружин на ГП состава преступления, предусмотренного статьей 129, часть 1 УК РФ. Принятое решение отменено прокуратурой края 2 июля 1999 года. В дальнейшем по уголовному делу неоднократно принимались решения о его прекращении на основании статьи 5, часть 1, пункта 2 УГЖ РСФСР. Незаконные постановления отменялись прокуратурой края. Давались указания о производстве необходимых следственных действий, в том числе и направлении уголовного дела в суд. 12 апреля 2002 года старшим дознавателям ТОМ Октябрьского РОВД Гордиковой Н.А. вынесено постановление о прекращении уголовного дела на основании статьи 5, часть 1, п. 2 УГРСФСР. Согласно постановлению о прекращении органов дознавания, сделан вывод о том, что сведения, изложенные в статье, опубликованной в газете «Московский комсомолец» на Алтаре 27 мая 3 июня 1999 года, по решению Октябрьского районного суда города Барнаула 13 марта 2001 года, признаны соответствующими действительности, а следовательно, рассказ Дружинина ДГ правдивы и соответствующие действительности и умыслов у него на распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство Лавкина, не имелось. Принятое решение подлежит отмене, поскольку выводы органов дознания противоречат фактическим обстоятельствам дела определением судебной коллегии Алтайского краевого суда от 13 июня 2001 года, решение Октябрьского районного суда города Барнаула от 13 марта 2001 года. «Отменено в части и вынесено новое решение, согласно которого сведения, опубликованные в газете «Московский комсомолец» на Алтае от 27 мая 3 июня 1999 года, а именно Лапкин И.Т. является пастырем-посредником, Лапкин И.Т. небезуспешно судится с прокуратурой железнодорожного района, «Лапкин И.Т. напористый, настолько, что родной брат, отец Аким, в миру Аким Тихонович Лапкин, священник Потеряевской церкви, далее собирается уехать из Потеряевки, говорят, что жить там, точнее, уживаться становится все тяжелее, далее в кавычках, вплоть до угроз проколоть шины автомобилей родственников и знакомых». Еще цитата. «Священнику из Рубцовского района Илье Бутырину понадобилась неделя жизни там, чтобы сделать однозначный вывод, секта со всеми вытекающими последствиями, признаны несоответствующими действительности. В ходе дополнительного расследования необходимо в полном объеме выполнить указания прокуратуры края, дополнительно допросить дружинина ДГ, Муравлева и Лапкина И.Т. по обстоятельствам публикации статьи, порочащие честь и достоинство Лапкина И.Т., приобщить к материалам уголовного дела копию определения судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда от 13 июня 2001 года по гражданскому делу по иску Лапкина И.Т. к редакции газеты «Московский комсомолец на Алтаре», Курдюмову А.В., Федяеву Д.А. о защите чести и достоинства, взыскании компенсации морального вреда. Не исключено производство иных следственных действий. При подтверждении указанных обстоятельств дело подлежит направлению в суд.